Школа здоровья Мы, когда только узнаем собственный диагноз, начинаем искать по интернету, в системах поисковых, что это за болезнь, как его нужно лечиться, какой врач как лечит. Здесь рассказывают о тех заболеваниях, которые характерны для нашей территории. И, в общем-то, я думаю, рано или поздно эти проекты выльются в то, что в структуре университета образуется специальное подразделение, которое будет ответственно за этот вид деятельности. Я имею в виду, это подразделение, наверное, будет работать со здоровыми людьми. В ходе мероприятия все желающие могли посетить лекции практикующих врачей, а также задать им вопросы. Среди тем выступлений «Мифы и правда о гастрите», «Как узнать, что у вас проблемы с почками», «Первые симптомы сахарного диабета» и другие. Кроме того, все желающие могли проверить свой рост и вес, сдать флюорографию, измерить уровень глюкозы в крови. Фактически, это день открытых дверей для того, чтобы мы ознакомили наше население с теми технологиями, которые вновь внедрены в практику в поликлинике. Это работа специализированных центров диагностики, таких как Луч и Эндос. К примеру, сегодня в широком доступе будет демонстрация тех технологий, которые применяют врачи-эндоскописты для того, чтобы выявить изменения слизистых, нарушения кислотности, дисфункцию желчевыводящих путей. Кроме того, для медицинских работников города и любых желающих гостей были проведены экскурсии по зданию, в ходе которых они смогли в полной мере оценить технологическое оснащение университетской клиники, где совсем недавно были закончены ремонтные работы, длившиеся три последних года и при этом не прерывавшие работу поликлиники ни на один день. Очень приятно, что три года назад начатый ремонт в данном медицинском учреждении, он тоже завершился в конце прошлого года, и мы увидели совершенно другую поликлинику, ту, в которую мы закладывали именно понятие дружелюбная поликлиника Тарсанский стандарт. К радости организаторов мероприятия оказалось, что жителям города не безразличны их здоровье. Лекции собирали полные залы, а на интерактивы выстраивались целые очереди. Естественно, в такой ситуации тут же встал вопрос о том, будут ли еще проводиться подобные мероприятия. Я думаю, раз в квартал точно будем делать. Я вот выступаю, только что сказал, что раз люди приходят, значит это им нужно, это им интересно, и будем проводить эти мероприятия.